Всем привет! С вами Балканский Бомж. Настала среда, и это значит, что пора отвечать на ваши замечательные вопросы из комментариев. Что ж, пойдем пройдемся по улочкам Тихуаны и заодно ответим на ваш чудесный вопрос. Так, и первый вопрос задает Андрей. Офигеваю от этих ребят. Говорят, что проверок много на автобусе до Тихуаны. Есть сведения? Здравствуйте, Андрей. Сведения, конечно, есть. Да, проверки они не на автобусе до Тихуаны. Проверки они, когда вы едете между мексиканскими штатами, особенно на севере Мексики. Да, на севере Мексики автобус останавливается и проверяют у всех документы на границе каждого штата. Ну, что поделать? Но так как у этих ребят были документы в порядке, им выдали разрешение на то, чтобы они передвигались по Мексике, и, соответственно, они могли ехать спокойно. Проверок бояться не надо. А нас там задает вопрос. После отсидки в бордере это получение статуса полгода? Как жить? И на что до этого времени? Даже если есть деньги, как снять квартиру без документов? Здравствуйте, а нас там? Ну, я так понимаю, вы говорите, наверное, про Соединенные Штаты, а не про Мексику. Как жить? Ну, жить спокойно, наверное. Даже если есть деньги, как снять квартиру без документов, как я вам написал уже там в комментариях, вы можете снять, например, AirBnB. Да. А можете жить в шелтере, если у вас нет денег. А вообще не забывайте, что вот люди, когда такие комментарии, как вы сейчас пишут, видимо, вы не совсем понимаете, что такое беженство. Беженство – это чтобы себя спасти. То есть это не для того, чтобы переехать за лучшей жизнью. Это когда вот вам надо уехать. Так или иначе, надо. Да. А для переезда за лучшей жизнью есть, например, рабочие визы. Есть вот и Рея Гринкард и так далее, если мы говорим про Соединенные Штаты. А беженство – это именно спасти себя. И когда речь идет о том, чтобы спасти себя, если вас преследуют на родине, то, наверное, такой вариант оказаться в безопасной стране, пусть даже и без работы, тем более всего лишь на первые полгода, он не самый худший. Робинзон Круза спрашивает. Расскажи, пожалуйста, где можно работать в Мексике и какие зарплаты? Еще интересует погода, атмосферное давление для тех людей, кто испытан в погоде. Так, извиняюсь, если у меня немножко звуки ветра, но я с этим сделать, к сожалению, ничего не могу. Так, где можно работать в Мексике? Какие зарплаты сушите? А где вы работаете? Ну, там, где вы сейчас живете, там, в России, в Украине, в Казахстане, я не знаю, откуда вы. Вы же где-то работаете, наверное, и в Мексике где-то сможете работать. Какие зарплаты? Зарплаты очень разные от региона к региону, они сильно отличаются. Как я обычно говорю, в Тихуане минимальная зарплата где-то 500 долларов в месяц. Еще интересует погода. Опять же, если мы говорим про всю Мексику, то она очень различная. Погода разная. Где-нибудь в горах, в Чувауа, там холодно. Где-нибудь в Тихуане, тут, ну, грубо говоря, прохладно. Круглый год. Так, а что это у нас тут висит? По-моему, персики висят. Да, надо потом подойти сорвать. Вот, в Тихуане, грубо говоря, прохладно. Круглый год так, ну, тепло, в принципе, российское лето. В Мехико летом тепло, зимой прохладно. А где-нибудь в Канкуне или на побережье Ахаки, там вообще всегда жарко. Атмосферное давление? Ну, честно, понятия не имею. За такими вещами я как-то не слежу, ответить не смогу. Скайфайр. Так, закрыт же пеший переход границы из-за ковида? Не? Скайфайр. Не надо слушать помогаторов или кого вы там наслушались. Пеший переход границы открыт 24 на 7. Я не понимаю, с чего вы взяли, что он закрыт. Почему мне постоянно забегают люди и говорят, что переход закрыт. Что значит закрыт, если он открыт? И я постоянно выкладываю ролики с перехода. Там стоят очереди, люди переходят, как бы. И более того, вот у меня недавно был ролик. И даже кто-то вот перешел, парень попросил убежище в Штатах на пешеходном переходе. И он далеко не единственный, таких много. Почему же вы забегаете и говорите, что переход закрыт, если у меня постоянно люди, которые его переходят? Алекс Томпсон задает вопрос. Бомж, я не понял. Они перешли границу Мексики нелегально, но в самой Мексике они пошли в миграционную, в Мексику, чтобы получить разрешение. Но как Мексы дали разрешение, если ты перешел границу нелегально и тем более без визы? Здравствуйте, Алекс. Ну, как дали разрешение? Точно так же, как Бондурас им дал разрешение. А именно на гуманитарных основаниях. Ну или, например, ребята собираются в Соединенные Штаты с ролика. Причем они собираются, ну, соответственно, так же нелегально перехать границу и сдаваться там в беженстве. Ну, а как же им США даст разрешение находиться? Вот и Мексика точно так же дала. Роман Качетов задает вопрос. Приветствую. Как давно живешь в Мексике? Что отталкивает и наоборот притягивает, живя в ней? И отдельная благодарность за то, что называешь вещи своими именами без всяких неоднозначно. Спасибо большое, Роман. Здравствуйте. В Мексике я недавно, около одного года. Что отталкивает? Ну, главная проблема, я думаю, вы ее можете заметить из многих моих роликов. Это, конечно же, шум. Что создает шум? Ну, например, вон тут где-то был хавоз бегал. Кажется, испугался и убежал. Но подгавкивает. Вон он, вон он, смотрите. Вот это вот одна из главных проблем, что отталкивает от Мексики. То есть здесь везде собаки у людей. И собаки гавкают. А когда люди живут достаточно плотно, видите, домики стоят часто. То есть, видите, они практически без участков. И практически у всех есть собаки. Соответственно, одна собака, например, ночью начинает гавкать. И они успокоиться не могут. Да. То есть шум это главная проблема. Ну, музыку могут ночью включить. Ну, некоторая проблема грязь, но, в принципе, это не везде. Вполне есть районы и места, где очень даже чисто. Что притягивает? Ну, слушайте, здесь много плюсов. Вон, кстати, что отталкивает. Вон оно маленькое, смотрите. Гавкает. Даже два. А что притягивает? Ну, во-первых, это отсутствие ненависти в людях. Да, это очень сильно притягивает. Люди в целом достаточно доброжелательные. Да, конечно, обмануть и все такое это могут везде. Но, в общем и целом, в Мексике очень даже с этим все хорошо. Уж несравнимо лучше, чем на родине, это точно. Притягивает, конечно, приятный климат. Особенно здесь, в Бахе, Калифорнии, на побережье. Климат просто чудесный. Вон круглый год. Такой, знаете, мягкий, хороший. Летом не слишком жарко. Зимой не слишком холодно. То есть зимой, ну, около 20 градусов в днем. В декабре поменьше, в феврале побольше. Летом около 25-27. Ну, может быть, чуть выше, может быть, чуть меньше. Согласитесь, очень комфортно. Да, плюс, как бы, здесь очень часто солнечно. Практически каждый день солнечно. Даже если с утра могут быть тучки с океана, то днем все равно распогодится, все равно выйдет солнышко. Ну, это, по крайней мере, в той части Мексики, в которой я живу. Да, то есть Мексика, она очень разная. Поэтому обобщать тут, знаете, не получится. Возможно, ветерочек мешает вам слышать меня. Ну, что поделать. А вот гулять зато очень приятно в такую погоду. Следующий вопрос. Абдусамат. Какая разница между статусом беженца и статусом просителя? Здравствуйте, Абдусамат. Разница огромная, на самом деле. Вообще, конечно, условия, они зависят сильно от страны. Но вообще статус просителя – это такой, скажем так, временный, весьма временный статус. Так, развернусь, чтобы ветер нам не мешал. Это весьма такой временный статус. И со статусом просителя, по сути, вы ожидаете, когда ваше дело, естественно, рассмотрят, дадут вам или нет. Да, если говорить про Соединенные Штаты, а здесь у меня в комментариях много собралось тех, кто туда собирается, то пока вы находитесь в статусе просителя, особенно если вы нелегально зашли, напоминаю, что на машине через границу переехать, не имея визы, это тоже нелегально даже на переходе. Вы находитесь, как бы, как сказать, у вас предписание о депортации. Но оно не вступает в силу, так как иммиграционный суд вас пока не рассмотрел. Да. А в статусе беженца, если вас признали беженцем, то вам выдается вид на жительство, как правило. Ну, это в большинстве стран. Более того, я вам скажу, особенно в европейских странах и вообще в большинстве стран, наверное, пока вы находитесь в статусе просителя, вы не можете работать. Да. В Соединенных Штатах вот через полгода обычно можете. В Мексике вроде пораньше. Не помню точно правила, но я обязательно посмотрю, уточню, потому что это моим зрителям тоже может быть интересно. А в Европе, например, вы не можете работать, пока вы в статусе просителя. А когда вы беженец уже, когда вас признали, вы получаете полноценный вид на жительство, уже можете работать, жить и так далее. Более того, в статусе беженца вы можете обычно получить у страны travel document, который вам статус дала, если вам необходимо куда-то поехать. И у вас нету, например, паспорта своей страны, вы не можете его получить, то вы вот получаете travel document и по нему едете. Да. А в статусе просителя во многих странах вы вообще не можете выехать из страны, ну, иначе ваше дело закончится, вы должны отказаться от своей просьбы. А в каких-то других странах можете, но только по своим документам. В общем, статус беженца и статус просителя это очень разные. Статус просителя это прям вот совсем на птичьих правах. А статус беженца это уже, считайте, готовый вид на жительство. Причем даже, ну, скажем так, лучше, чем по работе обычно. Вот, все, опять же, очень сильно зависит от страны, как я уже сказал. XBK задает вопрос. Привет, ты супер, можешь ответить, если не пустят на самолет до Тихуану, лететь на Ла-Пас и оттуда арендовать машину, доехать до Тихуану, дороге не будет проблем, и нам дадут машину в аренду. Здравствуйте, XBK. Я вам уже ответил в комментариях, но все же хочу ответить тут. Я слышал, что какие-то помогаторы рекомендовали такой маршрут. Помните, помогаторов слушать нельзя. Это полная глупость. Во-первых, если вы легально в Мексике, как вас могут не пустить на внутренний рейс? Ну, если вы пьяный, например, да, или обдолбались чем-то, наверное, могут не пустить. Смотрите, кстати, какая машина. А так вас обязательно пустят на внутренний рейс. Причем никаких обратных билетов, брони, отелей и прочей глупости, чтобы лететь внутренним рейсом, вам не надо. Во-вторых, не усложняйте себе жизнь. Если вы летите до Ла-Паса, оттуда 1300 километров до Тихуаны. Ну, сами понимаете, это довольно долго. Причем дорога по пустыне, никого особо нету. Не дай бог сломаетесь или еще что-то. Поэтому я прошу вас так, ну, желательно не делать, скажем так. Если вы боитесь летать на самолете, ну, опять же, тогда вы можете поехать на автобусе, ну, тогда как же вы в Ла-Пас летите. В общем, да, не забивайте себе голову всякими глупостями. Если вам надо в Тихуану, просто летите в Тихуану, если у вас документы в порядке. А если они у вас не в порядке, то по земле вы тоже не сможете доехать. Да. И если вы боитесь каких-то проверок, вы волнуетесь, переживаете, я вам скажу, что по земле проверок будет больше. У вас большее количество раз проверят документы. По воздуху либо вообще не проверят, либо один раз проверят по прилету в Тихуану. По земле же проверок будет больше. Вот так. Иван Иванович задает вопрос. А как тебе, Вася, граница между КНДР и Южной Кореей? Или между Россией и Норвегией? Здравствуйте, Иван Иванович. Что ж, начну, наверное, с конца. Между Россией и Норвегией граница мне, наверное, холодно. Да. Холодно. Очень холодно. И граница маленькая. И очень хорошо охраняемая. В первую очередь России, чтобы свои граждане не сбежали. Общеизвестный такой факт. А граница между КНДР и Южной Кореей, ну, я бы даже переформулировал это немножко, между Южной Кореей и КНДР, да, то вы можете, как я написал вам в комментариях, из Сеула где-то за 100 долларов съездить в демилитаризованную зону, посмотреть. Да, несколько лет назад это было где-то 100 тысяч корейских. Вон, это меньше 100 долларов. Ну, сейчас, может быть, чуть больше 100 долларов будет. Инфляция, все дела. Совсем недорого. Можете съездить в демилитаризованную зону, ну, посмотреть и так далее. Я вообще не понимаю, что значит, как мне граница. Граница, она и в Африке граница. Как бы вещь себе. Ну, вот, например, знаете, стол. У вас есть стол. Как вам стол? Стол он и стол, вы на нем пишите или идите за ним. А так, какие он чувства должен вызывать? Вот так и граница никаких чувств не вызывает. Если вы имеете в виду в плане перехода, то и граница между КНДР с Южной Кореей, и граница между Россией и Норвегией, это крайне такие. Не самые лучшие для этого занятия границы. Я вам не рекомендую там в этом упражняться, потому что там вас посадят в тюрьму. Ну, как бы, самый благоприятный вариант там, наверное, это переходить из Норвегии в Россию, и не дойти до российской границы. Да, тогда вас не посадят. Во всех остальных вариантах, наверное, наверное, вам не повезет. Что ж, такие вот дела. Такой вот у нас сегодня был ролик. Ответил я на ваши замечательные вопросы. Так что задавайте новые вопросы в комментариях. И не забывайте, приходим в субботу на стрим. На стриме вы мне можете задать вопросы, задать уточняющие вопросы, пообщаться со мной. Стрим у нас в 10 часов утра по Тихуане, в 8 часов вечера по Москве. И что надо сделать, чтобы я был счастлив? Подписаться на канал и поставить лайк. И тогда спасибо вам огромное. Хотя, в любом случае, спасибо за то, что смотрите мне это все. Очень приятно, очень важно. Кстати, напомню, у меня вчера вышел ролик про Вале де Гуадалупе. Это такое чудесное место под Тихуаной, где происходит, так сказать, мексиканское виноделие. Да, причем виноделие мексиканское было основано русскими минонитами, которые переехали сюда в начале прошлого века. Хотите узнать больше? Смотрим мой тот ролик. И если вам будет интересно, оставляйте комментарий, и может быть, я вам расскажу про это что-нибудь больше, еще раз туда съезжу и так далее. Что ж, ну, наверное, на этом все. Ставим лайки, оставляем комментарии, подписываемся на канал. Всем пока!